Мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея, мастера, но он нашел меня первым. Привет, мы продолжаем прохождение метро 2033. Остановились мы в последний раз на том, что распрощались с Ханом, с которым прошли, можно сказать, огонь и воду за довольно короткий срок, с кем только не воевали. И в конце концов мы с ним попрощались. Сейчас в одиночку отправляемся на следующую точку нашего маршрута Кузнецкий мост. Так, че-то у нас такое? Какое-то помещение непонятное. Суть по всему, заброшено. Ох, тут нит. Сюда, значит, нам не надо. У нас вон даже контузило, зверка покоцало. Так, ну и лезем по вентиляционным лазам. И мы вышли в очередную какую-то непонятную закрытую ветку микробов. Так, что дальше? Как-то тут тихо, я бы сказал. Стой, проход воспрещен, запрещен. Стой, кто идет? Опа. Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Ну, будем надеяться. И мы таки добрались до очередной станции. Посмотрим, что же нас там ждет. Здравствуйте, дорогие. Идем дальше. Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красная за нами приглядывает. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, осторожность. Так что, держись поскромнее. Понял? Да понял. Просто дружеский совет. Здесь в очередной раз лезет бред Клуховского. Все его еврейские комплексы по поводу Красной Армии. Не секрет, что евреи ненавидят коммунистов. Внимание! На станции проводится проверка документов. И всячески дывают нашу историческую память. Органом выполнять их работу. Даже через такие фантастические произведения нам пытаются втолковать, какими плохими были коммунисты. Хотя мы знаем, что при коммунизме у нас была одна из самых сильных стран. Причем по всем параметрам. Ну, ладно, оставим это на еврейской совести Глуховского. Черт бы с ним, как говорится. Кровавая губня. Я не такой. Заткни хлебала. Готовься к досмотру. Всегда готов. А скажите, доктор, а раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть и к моей простате? А то, как не пойду по нужде, ну, все светится. Может, облучился? Тсс. Чш. Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стрелять буду. Беди. Так, нам надо бежать. Я их прикольню. За мной говорите, ублюдка. Бежим. Осторожнее, тупица. Сюда. Ух, панам садят, так как. Вау, вау, вау. Че-то вас слишком немного, ребят. Туда. Черт. Стой, тварь. Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана. Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Ну что? Хе-хе. Ну как красный, так сразу пушечное мясо, конечно. Ведь не секрет, что фашистов мы победили, просто закидав их трупами, как сейчас нам втирают по телевизор. Это такой бред, что я даже комментировать не буду. Ой, как говорится, не поддавайтесь на провокации, не слушайте идиотов. Думайте своей головой. И помните историю. Наши предки проливали кровь за нас. Что бы там, кто сейчас не говорил. А мы тем временем пробираемся по метро. В этом комбинезоне нас вроде никто не узнает. Так, куда мы двигаемся? Кровавая говня. Все атрибуты, короче. Михалков был бы рад. Еще один говнарь. Так, и тут у нас... Аптечки, фильтры, наживы, набор туриста. Ух ты. Так, а что у нас там? Тут у нас наборы костюмов. Так, это что? А, это снаряжение позволяет двигаться незаметно и почти бесшумно. Отлично. Так, мы посмотрим пока. Это снаряжение. Более устойчивое к повреждениям. Да, я думаю, мне тут больше подойдет. Так, давайте посмотрим, что у нас там. Я автомат видел хороший. Аптечки, фильтры, наживы, да выкинь свой хлам. Это детишек. Так, ну, нам, в принципе, отлично. И на то, и на другое хватает. Да выкинь свой хлам. Это детишек. Давайте возьмем вот этот автомат. Мне нравится с оптикой он, конечно. И в закрытых помещений не особо подходит. Хороший выбор. Вот возьмем такой. Ну и ладно. И возьмем вот этот костюм скрытности. Ты такого больше нигде не найдешь. Бери. По рукам. Отлично. Теперь у нас есть прибор ночного видения. Что хорошо. Так, и скинем всякий мусор. Обмен патронов. Рекомендация лучших специалистов. Так, что. Продаем спрелы. У нас что-то их полно собралось. Так. Дроби у нас тоже слишком до хрена, по-моему. Ну, давайте-ка мы патронов 50 оставим где-то. Да, вот так. Пистолетных патронов. Пистолетные это на крайний случай. Ну, тоже 50. Потом эти шарики. Патроны. Я вот свои выложил. И купим патроны для автомата. Ну и где твои патроны? Я вот свои выложил. Сотки, я думаю, для начала хватит. Спасибо. Да, пожалуйста. Так, и что дальше у нас? Что? Я думаю, смысла в этом пистолете нету, раз мы взяли уже хороший автомат с глушителями. Зато мы можем взять... Так, давайте посмотрим, что мы еще можем взять. Отличный корс, считай, до пяти и все. Нет, птичка. Все, затарились, короче говоря. Затарились. И теперь нам что? Так, компас нам показывает. Все нормально, мужики. Он со мной. Давай идем, прыгай в яму. Как скажешь. И что у нас дальше? Ну что, господа. Так, давайте пока подкачаем электричество. Нам, видимо, надо забраться в эту телегу снизу и проехать с зайцем. Артем, видишь там багажное отделение? Забирайся туда. Забираемся в багажное отделение. Здесь у нас лежит еще один томик. Ну так что, мужики? Двинули, а? Этой дерьмовой книги. Антироссийской, я бы сказал. Так, и нас. Нас, похоже, сейчас поставят на пути. Дрезину нашу. И мы поедем на фронт. А там вообще как, безопасно? Не хотелось бы, чтобы его размазало по рельсам. Ну да, это тебе не вагон СВ. Но если он останется на станции, он точно труп. Потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Как хотят, засирает наше прошлое. Так. Ну и сейчас мы между двух огней будем. Все нормально. Подбирайте. Между фашистами и красными. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Здрасте, Сергей Сергеевич. У меня тут пацаны с местных. Ребется сражаться. Идейный боец. Идейные товарищи нам всегда нужны. Отлично, сынок. Прихожу выдать тебе форму, и оружие немедленно. Полезай в огонь. Так, по-моему, нас даже в западных играх не затирают. Как и наши практически. Украинские, конечно. Но даже западные игры на манер Call of Duty не такие откровенно антироссийские, как это метро. Не знаю, почему-то меня раздражает этот фактор. Хотя, собственно, игра, конечно, не нравится. Приходится закрывать глаза. Ладно, отправляемся. К поганым русским, красным. Медленно занять свои места в вагонах. Попытка остаться на станции считается дезертирством. За градотряду отдан приказ расстреливать дезертиров на месте. Ты зачем в армию подался? Я пошел. По политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну, а ты как? Я-то. Ну, из-за плаката вступай в армию, и ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной Армии служил. А его отец еще в Советской Армии был полковником. Традиция. Я вот думаю. А ведь у фашистов наших деды тоже в Советской Армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После ста грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты и мурзила. Это ж санистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне. Чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Мда. Короче, направляемся на фронт. Вместе с пушечным мясом, который берегу загран отряды. Не шагу назад. И тому подобное. Человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Просто писатель идет. Так, продолжим. Это я не пойму, расинхрон. Я не пойму, это был расинхрон или они правда так несогласованно действовали. Так, ну и что? Начинаем продвигаться. Теперь мы практически Сент-Фишер. Давай проклятим закременный. Так нам заплатят или нет? Маркс говорил, что экономика важнее идеологии. Хватит ныть. Мы платим патронами и платим в пиар. Но надеемся, что вы проявите себя сознательными бойцами и истратите патроны на врагов. Так точно, товарищ комиссар. Лишь коммунистическое учение, учение света проводится на северниках, чтобы смерть удачи. Лишь им поведено освещает этот мир в пощадке. Только партия спасет человека. Под Кумасовым взятом красной миссии. Приказом военного тревога. Дрозливая сволочь приговаривается к смерти. Ну, короче, как вы видите, Клюква в полном объеме. Так, все, быстро уходим отсюда. Ну, за колонии цепляясь, Спокойно идем по своим делам. Тут можно, насколько я помню, забраться туда наверх и там воевать. Но зачем нам это нужно? Мы лучше по-тихому, по-спокойному пройдем по низам. Тяни. Так. Ой-ой-ой. Где это я? Куда это я попал? Ну, в принципе, ладно, нормально. Можно было поаккуратнее спуститься, но... И так пойдет. Мы идем по самому дну этого Туннеля железнодорожного. Так, секундочку, мне звонят. Продолжаем. Двигаемся, двигаемся. Здесь какой-то просто строительный мусор. Идем, идем, все потихоньку. Идем, идем, все потихоньку. Куча растяжек внизу. Еще одна. Так, не той стороной. Все отлично. Тупик. Двигаем, видимо, наверх. Тут идет какая-то агитация. Немецкая, ой, немецкая фашистка. Так тут все россияне. Так, сколько у вас там? Пойдет. Хотя это было, конечно, слегка коряло. Ну, видите, да? Пушка отличная. Так, соберем. Что у нас тут есть? Это что-то непонятная штука. Дробовичок. Так, ну, судя по всему, они знают, что я здесь, поэтому надо быть поосторожнее. Задуем свечу. Кстати, что у нас там с зарядкой? Немецкая фашистка. Тьфу ты. Запутался в управление. Спокойной ночи девочки. Хорошо. вот тут по мне уже садить не будем больно поступать с ними схватки пойдем потихоньку ох ты что сюда едет кажись не заметил зато прекрасный гетонит бредина за грех у ничего себе что-то я не знаю вроде харккор но убить они меня так не смогли ну ладно нашим легче как говорить да это был напряженный я бы сказал и это еще не закончилось так там еще снизу толпа врагов что-то мне даже не опасно развивать какие же туманы ничего не видно это по-моему самая нелюбимая часть моей игры просто во первых это идеологически бред какой-то во вторых не очень интересный геймплейн план пойдет прошли и прошли как говорится так куда нам теперь не сюда так противогаз чует я в нем бегу и идем посмотрим что у нас тут нам бы патронов не помешало в этой боевой сцене почти все израсходовали отлично аптечки нам не помешают так что тут все двигаем дальше ох ты это нехорошо когда я пришел в себя надежды у меня не осталось пленные фашистских концлагерях использовались как грабы или мишени так ну на этом я думаю мы прекратим эту часть и что же с нами стало фашистском плену или не плену уж как вообще поступили с нами фашисты вы узнаете в следующей части комментируйте ставьте пальцы вверх подписывайтесь с вами был артур всего хорошего он